Каждый день в администрацию района поступает множество вопросов и обращений. Жители пишут письма и оставляют заявки через горячую линию главы, интернет-приемную, приходят на расширенные приемы и сходы граждан, выездные приемы в поселениях. Все поступившие вопросы находятся на постоянном контроле муниципальной власти, точнее структуры, которая занимается проверкой того, как вопросы решаются и в какой срок. На аппаратном совещании при главе района отдел контроля отчитался о проделанной работе. Тему продолжат мои коллеги. Обратиться за помощью к муниципальной власти можно разными способами. Каждое заявление учитывается в отделе контроля районной администрации. В этой структуре все вопросы доводятся до своих адресатов. Здесь же следят и за сроком исполнения обращения. Каждый вопрос, приденный в отдел контроля, это может быть и письменное обращение, и звонок по телефону в горячая линия, и непосредственно сюда приход в администрацию муниципального образования. Это же, конечно, вопрос ставится на контроль, с которым знакомится Роман Иванович, и которыми вместе с заместителями принимается решение о решении данного вопроса. Поэтому значимость отдела контроля, она для Славянского района играет самую важную роль. Звонки и письма от жителей поступают в администрацию каждый день, но больше всего, как показал мониторинг, по средам. Касаются они самых разных направлений – здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и многого другого. Бывают те, которые можно решить сразу, но люди обращаются и с такими на решения, которых требуются как материальные, так и временные затраты. Нерешаемых вопросов нет, потому что вопросы решаются все. Не так быстро, как хотелось бы заявителю. Решается все в процессе. Это может быть, если ремонт дороги, то у нас он решиться сразу не может. Он решается либо через год, либо в течение полугода, либо вообще на следующие годы. Но это ставится в план. Заявитель информируется письменно. И, конечно же, вопрос всегда будет решен. Еженедельно о проделанной работе отдел контроля отчитывается главе района Роману Синеговскому. На каждом аппаратном совещании вопрос об исполнительской дисциплине – один из главных в повестке дня. В минувший понедельник начальник отдела контроля Ольга Пронина подвела итоги работы за 2013 год. Всего было принято более 2000 обращений от жителей во время сходов и приемов граждан, а также на телефон горячей линии и в интернет-приемную главы района. Около половины из них выполнены и разъяснены. В 2013 году было проведено больше сходов граждан и выездных приемов в поселениях. Однако число обращений снизилось по сравнению с 2012 годом. Как и снизилось количество повторных обращений с одними и теми же вопросами в администрацию, исполнители стали чаще встречаться с заявителями и глубже разбираться в проблеме. Значит, и принимать более правильное решение по поводу того или иного обращения. Отдельно был рассмотрен вопрос работы горячей линии главы района во время чрезвычайных ситуаций. Мы принимали решение по таким чрезвычайным ситуациям телефоны закоммутировать, потому что порой жители звонят, говорят, в райсетях сняли трубку, к примеру. Сняли трубку, им не дозвонишься. А реально начинаем разбираться, звонков очень много, она по-любому, получается, отвечает раз-разом на эти звонки, да, и получается понятно, что кто-то звонит, ему кажется, что трубка снята. А если вот и у нас то же самое на общественной приемной закоммутировать, чтобы когда шквал звонков, несколько телефонов должны, и мы должны усилять здесь, может быть, рабочее место. Ну, правильно? Мы, ну, вы поняли, потому что мы где-то усиляем с вами, техники больше ставим, там, привязываем к каждому региону по человеку, а здесь дешители непосредственно звонят, они, получается, не дозвонят. И дополнительно, значит, мы должны понимать, что отдел контроля переходит тоже в режим чрезвычайной ситуации, или кто-то у нас, секретари какие-то наши, перебирают туда. Мы должны обеспечить работу. Так что в скором времени даже в режиме ЧАЭС всё действительно будет на полном контроле. Каждая заявка будет принята, а специалисты отдела будут продолжать фиксировать поступающие обращения и контролировать сроки и качество их исполнения. Рузанна Ефремян, Михаил Варгулёв, программа «События». Общественная приёмная, здравствуйте. Продолжение следует... Продолжение следует...